Избушки, которые должны были участвовать в гонках, стали прибывать на другой день с утра, когда у третьего класса только-только начинались занятия. Хорошо еще, что первым уроком стояла ветеринарная магия, а Тарарах сам был не дурак поглазеть. Пятикантроп минут пять мялся, искоса поглядывая в окно, от которого уже не отрывалась большая часть его учеников, а потом заявил. «Внимание! Предлагаю изменить тему урока. Пишите. Избушки на курьих ножках, мага, анатомические особенности и всякое такое в этом духе. Готово? Тогда я не понимаю, от чего вы расселись. Ноги в руки и марш во двор. Что, намеков не понимаете?» Третий класс вскочил и с торжествующим ревом, опрокидывая парты, ломанулся к дверям. На месте остался один только шурасик. «А как же семиглавая гидра? Разве вы не будете додиктовывать про симптомы медвежьей болезни у водных?» Протестующий пискнул он. Пятикантра постановился. Вопрос застиг его врасплох. «Эй... Отлично, шурасик. Я как раз думал, кому поручить посторожить гидру. Следи, как бы она ни вылезла из переносной ванны», — сказал он, закрывая дверь. Шурасик остался в классе один. Плеснула вода. Из ванны высунулась третья из семи голов гидры. Маленькие колкие глазки, изучающие, остановились на несчастном стороже. «Кыш! Брысь! Марш! Фу, тебе говорят!» — нерешительно крикнул шурасик. Он взял швабру и принялся запихивать гидру назад, в ванну. Третья голова исчезла, но почти сразу появилось еще четыре. Хрустнуло дерево. Швабра переломилась и исчезла у гидры в пасти. Шурасик даже не успел заметить, в какой именно. Выронив оставшийся огрызок, он схватился за живот. «О, нет! Я не согласен! Медвежьей болезнью страдают только медведи и гидры!» Протестующий крикнул он. Во двор они высыпали как раз вовремя. Первая избушка уже маршировала по подъемному мосту. Сторожевой циклоп-пельменник отдавал ей честь, приложив к оттопыренному уху здоровенную пятерню. Избушка двигалась быстрым маршевым шагом, далеко выбрасывая пупырчатые куриные ноги. Из ее окошка выглядывала замшелая корга с единственным зубом во рту и кустистыми бровями. Соломенная крыша избушки, похожая на копну пшеничных волос, подпрыгивала. Из трубы сыпались искры. Поклеп-поклепыч поморщился и попытался отправить джину Абдулу за справочником противопожарных инструкций. «Сам иди, ничтожнейший! Не груди белоснежного осла моего терпения гранитными глыбами своей мнительности!» загрохотал сварливый джин. Он сердился на Зауча за то, что тот не позволил ему торжественно прочитать перед гостями поэму «Тысячи проклятий». Услышав, что терпением джину служит белоснежный осел, Поклеп так озадачился, что спасовал и незаметно отошел в сторонку. Вслед за первой избушкой по подъемному мосту уже грохотали ее товарки. Пельменник так и застыл, выпитив грудь, вытращив глаз, с рукой, точно прилипшей к уху. Самоварное блаженство не исчезло с его лица даже тогда, когда одна из избушек, потесненная соседкой, неосторожно столкнула его в ров. «Не пойму, откуда у природный грек такой фельдфебельский рвений? Россия всех брил под один расческа!» неодобрительно пробормотал профессор Клоп. Всего в предполагаемых гонках должны были участвовать семь русских избушек, две украинские хаты, три северных чума на оленьих копытах и гвоздь программы многоэтажка на бройлерных окрачках. Последняя была так огромна, что для нее особым заклинанием пришлось расширять ворота. Когда же, наконец, с невероятными усилиями она протиснулась во внутренний двор Тибетокса, снаружи стало казаться, что у школы трудновоспитуемых волшебников появилась дополнительная башня. «Может, уговорим ее остаться?» спросил академик Сарданапал. «Ни в коем случае я о ней слышала. У нее такой характер, что она всех тут запинает. Именно поэтому она всю жизнь проводит на заграничных гастролях. Эй, Тарарах, отведи в сторону детей! Не подходите близко!» Забеспокоилась Медузия. Ученики неохотно отодвинулись. С будоражной долгим переходом избушки еще некоторое время потоптались во дворе, прежде чем согласились встать на заранее размеченные площадки. Расстояние между площадками было выбрано с расчетом, чтобы одна избушка не могла легнуть другую. Здесь они и стояли, изредка поскрипывая и переминаясь с ноги на ногу. Между избушками ходила ягги и радушно здоровалась с их хозяйками. По всему было видно, что с большинством из них ягги знакомы уже лет семьсот, не меньше. «У бабуси тоже когда-то была такая избушка! Угнал кто-то! Пошла бабуся за маслятами, возвращается и тю-тю! Бывают же такие гады!» сообщил Ваньке баб ягун. «И что, так и не нашли?» спросил Кузя Тузиков, всовывая между приятелями свою всклокоченную голову. «Вставни перекрасил, дверь перевесил, пойди найди! И вообще, тупо отсюда веник реактивный! Нечего лыбиться!» нахмурился ягун. Ему ужасно захотелось наслать на неискренне сочувствующего Тузикова чесотку или куриный сглаз, но приходилось сдерживаться. Поблизости крутился поклёб, а ягун только недавно вновь был переведён на белое отделение. Сардонопал сделал это, уступив просьбам Ягги, и то, как он выразился, до первой шалости. «Ягги, старушка, как ты скрипишь маленькую!» вдруг визгливо крикнул кто-то у них за спиной. «Слонина Андреевна, сто лет сто зим!» Ягги не очень охотно, как показалось Тане, обнялась и поцеловалась тощенькой рыжей ведьмой средних лет. Рыженькая была почти красавица, но её слегка портил гигантский размером с блюдца розовый лишай на щеке. Избушка у Слонины Андреевны была подшарая, голенастая. У неё единственная крыша была покрыта зелёной черепицей, а на окнах вместо занавесочек и гераний красовались жалюзи. Отходя, Ягги несколько раз оглянулась на Слонину Андреевну, которая так и расплывалась от притворной радости. А во двор уже спускались сардонопал с медузией, до того любовавшаяся куронога идилли из балкончика. «Здравствуйте, хозяюшки! Здравствуйте, баб-ёженьки!» ласково приветствовал всех академик. «И ты здрав будь, хозяин! Ишь, борду каку запустил! Прям царь-горох!» Недружно отвечали старушки. Сардонопал расплылся в улыбке. «О, я вижу все тут! Лукерия в голове перья, Глашка-простоквашка, Матрёна большая, Матрёна меньшая, Азунафталиновна, Моё почтение!» Баб-ёжки стали наперебой задаривать сардонопалой и медузию связками грибов и бочонками с мочёными огурцами и капустой. Северные баб-ёжки подносили красную рыбу и копчёные на костре оленьи ребрышки. Солонина Андреевна презентовала монографию собственного сочинения, а заглавленную «Роль сплетни в информационном поле планеты культурологический аспект». Хохлушке подарили сало и бутыль с горилкой, которую медузия немедленно убрала подальше от глаз академика. Баб-ёжки, понимающие, заулыбались. Вдохновлённый успехами конкурента, профессор Клоп сгоряча сунулся было за подарками, но ему ничего не дали, кроме дохлой вороны и шипящего чёрного кота. Нравные боб-ёжки не жаловали тёмных магов. Когда преподаватели, ученики и гости отправились в зал двух стихий на праздничный обед, подъёмный мост вновь заходил ходуном и во двор ввалились дубыня, усыня и горыня. Последние месяцы им было поручено охранять побережье вдали от Тибидохса. Там богатыри-вышибалы редко попадались на глаза преподавателям и основательно отбились от рук. Соорудили самогонный аппарат и, порой, скучая без шашлычка, тайком валили в заповедном лесу оленей. Буйство богатырей достигало порой такого градуса, что сардонопал выходил на стену и принюхивался к ветру, не понимая, почему он пахнет перегаром. Про гонки на избушках дубыня горыни и усыня ничего не знали и теперь порядком озадачились, обнаружив, что весь внутренний дворик забит куроногими домиками. «Что тут за курятник устроили?» сказал горыня. «Я прям сейчас закукарекаю», заявил усыня. Дубыня тоже хотел что-то сказать, но, как с ним регулярно случалось, вновь ощутил кризис жанра. Так ничего и не выдумав, он занес над головой палец и выдвинулся вперед. Встревоженно закудахтов избушки прыснули в сторону, роняя с крыш пучки соломы. Чум на оленьих копытах спрятался за украинскую хату. На месте осталась только многоэтажка на бройлерных окорочках. К ней-то вдохновленный легкой победой и двинулся дубыня. «А ты чего тут встала, дылда? А ну топай!» прикрикнул он на нее и ударил ее палец и по ноге. Многоэтажка на бройлерных окорочках задиристо закукарекала и размахнулась ушибленной ногой. Пинок вышел на славу! Дубыня, удаляющаяся со скоростью пушечного ядра, был виден издали из всех окон и со всех башен. Траектория его полета была классической и соответствовала всем лопуходным законам физики. Описав гигантскую дугу и полюбовавшись островом Буяном с высоты богатырского полета, снаряд по имени Дубыня приземлился где-то в районе прибрежных скал. Горыня и Усыня, вздумавшие было обломать о многоэтажку своей палицы, остановились. «Слышь, брат, еще я подумал, надо сперва пойти поискать Дубыню», почесывая лоб, сказал Горыня. «Но ты, клуша многоэтажная, не радуйся, подумаешь, крыша у нее, мы еще вернемся», добавил Усыня, и оба богатыря, втянув головы в плечи, отступили к лесу. Избушки помельче с цеплячьей радостью окружили многоэтажку, кудахтавшую с бойкостью бывалой наседки.